Цокерберг должен уйти. Казначей мэрии Нью-Йорка и один из инвесторов в Фейсбук, Аскот Стрингер, требует изменений в правлении компании. Он уверен, что утечка данных в соцсети это угроза для демократии. Сам же основатель Фейсбука признался, чтобы залатать дыры с безопасностью понадобится несколько лет. Какую информацию о каждом из нас за это время может выдать Фейсбук, выяснял Дмитрий Анопченко. Фейсбук «Твое царствование скоро закончится» озаглавила недавнюю статью авторитетная Washington Post. И действительно, дела у детища Цукерберга откровенно плохи. Расследования параллельно ведут и в Вашингтоне, и в Лондоне. Главу компании даже в британский парламент вызвали дать показания. Репутационные потери за последние недели обошлись в 100 миллиардов долларов. Акции компании обвалились. И это падение, вероятно, не последнее. Страница в соцсети для большинства из нас стала и средством общения, и источником новостей. Только вот у этого всего есть своя цена. Специальные программы, которые день за днем незаметно собирают информацию не только о тех, кто их скачал, но и об их друзьях и друзьях друзей. И, как оказалось, Фейсбук обо всем этом прекрасно знал. Сейчас, когда все обнаружилось, Марк Цукерберг признается, Фейсбук не способен оперативно решить проблемы с безопасностью. В интервью онлайн-изданию Vox он сказал, над этой задачей уже сейчас работает 14 тысяч человек. Штат-отдело вскоре расширят до 20 тысяч, но им все равно нужно время. И эксперты и политики задаются сегодня вопросом, не стал ли Фейсбук монстром, которым его команда уже не способна эффективно управлять. Ведь, купив Инстаграм и Ватсап, компания о каждом жителе планеты получила столько информации, что любая утечка чревата громкими скандалами. Громкая история с Кембридж Аналитика, компанией, которая незаконно получила доступ к личным данным 50 миллионов пользователей Фейсбук. Это только верхушка айсберга, говорится в закрытом докладе, который подготовлен сейчас для конгрессменов. Мол, то, что компьютеры каждый лайк учитывают, это еще полбеды. Настоящая проблема в том, что на настроение, выбор, решение огромного количества людей можно влиять, просто добавляя нужную информацию в ленту соцсети и скрывая противоположное мнение. Конгресс сейчас обсуждает даже возможность специальный закон принять. Первые слушания пройдут уже 10 апреля, и Марка Цукерберга первым вызвали на ковер. Из Вашингтона Дмитрий Анопченко, Юрий Романюк, Американское бюро телеканала Интер. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Корректор А.Кулакова